Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели! С вами Вячеслав Котляров в Харькове, 8 часов 16 минут, 14.05.2016 года. Данный ролик небольшой, это исключительно будет рабочий материал. Запись, как обычно, приношу свои извинения, будет некачественная. Тем, кому интересно, как создаются ролики более высокого качества, чем я могу пока предоставить, можете изучить один из рабочих наших материалов. Я в двух словах скажу, почему желтыми. Фишка в том, что их привезли как негров, но еще пока наши предки еще были в силе, они, может быть, из-за негров бы взялись, из-за красных. Желтым, как желтые называли наших предков, день линии, или как они называли. Они просто как бы и так бы и собирали бы орехи земляные, они просто им родовую память откинули, открыли. То есть, чем их предки занимались в других ячейках, то есть, они, грубо говоря, подкрутили это, как бы газу дали, да, то есть, они бы еще эволюционно долго бы к этим, как это, архитектуре шли, но наши предки просто пришли и им просто, ну понял, тумблер включили. Вот, вот почему. То есть, там наши помогли идти. Несколько этапов. Самое первое 40 тысяч лет назад. Так, это самое начало, когда я сюда был выслужен Бульсан. Это, кстати, когда... Вот это уже было это серьезное вторжение уже с техникой, даже это были уже не подселенцы, а это были... Фух, дай бог памяти, когда у нас же на орбите висело это, три космических корабля, Фата, Леля. Фата, Леля. И вот эта Луна осталась, то есть, как бы, это уже бомбили серьезно. С техникой не разберусь, но, опять же, какое оружие было использовано. Но это было... Они-то космические корабли огромны для нашей ячейки. Падение космического корабля в этот океан. Вот, кстати, это у них, у темных, любимая тактика. Они вначале вырывают каналы, с помощью которых нас потом уже затапливают. То есть, если бы оставалась земля детственной, ну, упала бы эта тарелка, да, эта огромная, ну, и упала бы и вмятину сделала, потопа не было. А так как уже была подготовлена терраформация, да, эта почва, то есть, как говорится, это одна-вторая хрень в воду лупанула. Кстати, я пока не забыл, Пасха движется. Тоже интересный факт, малоизвестный. Вообще, я не знаю. Ну, не, ну, кто-то знает, вот, староверы знают. Почему мы бьем это, яйца на Пасху? Вот тоже... И причем это у нас в генах осталось. Это мы 13 тысяч лет уже бьем. Когда нам удалось вот эту лелю взорвать с кощеями, победить, это стал праздник. Яйцо, это стало символизировать этот объект, смерть Кощея в яйце. Вот тот такой вот интересный момент. В сказках у нас осталось. И поэтому мы, когда бьем яйца, мы это символически победу одну... Это она была как бы кратковременная, да, это значит, война идет постоянно, а есть просто как это, сражение, да, есть война, есть сражение. Вот это именно сражение было выиграно. Так, я не ушел далеко от твоего вопроса? Я ушел, значит... Нет. После 13-тысячного рубежа мы хорошо отбились, но получилась фишка в чем? После вот этой 13-тысячной летней назад войны две противоборства из силы были настолько обескровлены, и наши предки, и темные, что уже, грубо говоря, сил не было поднимать на друг друга оружие. Началось это временное затяжное перемирие, которое прекратилось 7,5 тысяч лет назад. А это знание мира? Да, 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 да. Так, а что тогда произошло? Так, здесь уже как бы... Опять же, подхожу к тому... Я не знаю, какие народы есть... Как бы я знаю, какие события, но не знаю, какие народы. Вообще нам подсовывают, что есть версия, что были китайцы, но их тогда не было. Есть версия, что были аримы, предки китайцев. Но это тоже вроде ложь. Аримы, это арии. Но я больше склонен... Можно, конечно, сказать и китайцы, но я все-таки склонен, что это были наги. Там тогда уже была... Это уже серьезная была заваруха. Но их можно, конечно, обусловить, но это все-таки были не люди, это были змеи, которые умели морок напускать. И они даже и визуально особо сильно не менялись. То есть они человеку могли создать иллюзию, что перед ним человек. Хотя, если другой со стороны смотрит, видит, что змея, то кому они на гипноз взяли, то они это, скажем так, загипнотизировали. То есть, ну я не могу сейчас определиться с народом. Ну давай назовем их условно китайцами пока. Я потом это подумаю, как все-таки окрестить. Можно все-таки ближе взять все-таки драконов. Почему? Дракон это не обязательно то огнедующее животное. Дракон, он может выглядеть как человек, но относиться к расе драконов. И вот эти драконы, они как бы это, жили на территории современного Китая, но чуть дальше китайской стены. То есть, и когда наши предки этих драконов разбили, с ними же руками заставили построить, ну и сами тоже строили, вот эту китайскую стену. Ну ты знаешь этот прикол с бойницами. Вот. То есть, вот это, и они подписались с драконами. Существует версия, что на российском гербе находится Георгий Победоносный, но тут, ладно, про герб другое, это, насколько мне известно, это не связано с этой войной. То есть, 7,5 тысяч лет назад, назовем условно, предки современных китайцев, одурманенные жаждой крови, двинулись на население русов. Причем, всегда во все времена закономерность заключается в том, что всегда нападения полномасштабные, серьезные были на свет славянские праздники русов. То есть, вот 22 июня, это 41 год, это был, сейчас я не помню, очень большой праздник у славян. И в те годы, то есть, 7,5 тысяч лет назад, наших предков просто враслух застали. То есть, они же как бы по себе, ну судят, кто будет на праздник, как говорится, кровь проливать. Вот. Ну, бой был очень быстрый, кратковременный. То есть, их быстренько обезглавили, грубо говоря, этих противников. Вот. И это самое, и построили стену, чтобы отделили их. Или еще что добавить? Получается, или это враги? Не, не. Наши только, наши только привозили только расы исключительно человекоподобные. Не важно, какой у него цвет кожи, это, но только гуманоидов. И никогда никаких не привозили. это. Остальные же либо своим ходом заселялись, либо с помощью более высоких. Ведь дело в том, что, ну мы с тобой прекрасно знаем, вот этих, вот сколько сейчас, три враждебных, это серые, рептилоиды, драконы и гемафродиты. У них есть свои генералы, назовем их условно кощей, вот. Которые, как бы, это, присутствуют, но они на горе стоят, и они не вмешаются, по сути, ни при каких обстоятельствах. Они просто наблюдают. Потому что, если они вмешаются, тут же, рядом на соседней горе стоят наши светлые предки, с которыми этим кощеем придется сцепиться. Но они прекрасно знают, что предков люлей получат. Поэтому они просто наблюдают. Но они не просто наблюдают, они отдают команды через посредников. То есть, это целая пирамида, о которой ты знаешь, которые рисунки в интернете есть. Вот это все полностью, только разница в той пирамиде, что их несколько пирамид. Вот, четыре пирамиды их есть. Темные всегда во все времена действовали одинаково. Возьмем события 100-летней давности. Они создали группировки большевиков, эсеров, меньшинговиков, анархистов, монархистов. Во главе этих всех застранцев стояло одно управление. А важно было, ну, не важно, кто, на кого народ клюнет. На большевиков клюнет, будет и большевики, там, на меньшевиков меньшевики. И вот с этими четырьмя враждебными расами, что сейчас находятся на нашей планете, та же самая ситуация. Какие там выиграют, такие и выиграют. То есть, не принципиально, для, как говорится, на самом верху пирамиде не принципиально. Рептилоиды победят или это. Они кидают сразу все юниты. Сразу все юниты. Понятно. Нет. Тоже нет. Тогда? А вот эта дата, кстати, вот ее по-моему в интернете и нету. Это убили Радомира, распяли на кресте. Ну, нам говорят, две тысячи лет назад было. Ну, вообще-то за всю историю не все Радомиры до наших дней дошли. Дело в том, что Радомиров, ну, я имею в виду нарицательное, не собственное имя. Потому что всегда шли к этим людям наши волхвы. Это было всегда. Практически их всегда убивали. Все-таки дата, но тут у меня уже немножко сложнее. Ага. Вот, вот. Во-первых, откуда викинги появились? Это же уже наши гены были, это настолько начинали запачкаться, что среди русичей начали появляться насильники и убийцы. Но наши предки насильников лишались чресел, да, там, убийцам могли руку отрубить. В основном никогда не лишали жизни, потому что знали кармические законы. И вот где-то приблизительно на территории современной Руси эти люди начали появляться как грибы после дождя. Ну, вот эти преступники, воры, маньяки, да. И наши предки их ссылали на север, выгоняли. И они ушли на север, на берега современной скандинави. Там собирались ватаги, скажем так, в банды, и шли потом своим же сородочам шли обратно мстить за то, что их изгнали. Но так как они, нападая на деревни, уводили с собой женщин, то скандинавы довольно быстро начали размножаться. И являются так называемые викинги, викинги, короли. Но это исключительно их курировали. Они бы сами не пошли, они бы вот это пошли бы, и померли бы в своей скандинавии. Но тут уже вмешались драконы. Как говорится, подошли и сказали, мол, ребят, вы что, вас обидели, да вы ж сила, вы ж великие, вы там боги, блин, вы пойдите и отомстите их. Ну и не только слово лести они использовали, но еще и гипноз. То есть собрались, а правда, что нас вышвернули, сейчас соберем и пойдем. То есть это нашептали эти, грубо говоря, драконы. Да, хорошо. Да, сейчас здесь значит на остров Шри-Ланка была высадка небольшой группы гемафродитов, по-моему, андрогены. Вот. Они начали потихонечку хитрым способом завоевывать юг Индии. То есть Шри-Ланка находится на юге Индии. То есть жили народы, но они не совсем славяне, скажем так. Я даже раз очень много, поэтому они как бы предки современных индусов. Вот они предки современных индусов жили на южной точке. Видишь, они как бы со всех сторон нападают, то есть в это время с запада они драконы викингов навозькали, да, они с запада долбили, они всегда всей толпой. И в это же время на острове Шри-Ланка потихонечку это, ну там же события не то, что там вот они высадились и завтра пошли. Это прошло это 50-100 лет, чтобы они это хорошо подготовились. Что они делали? Они вначале воровали женщин, но когда местные жители начали проявлять к своим дочерям их оберегать, они начали хитро это тоже вот в этих народах они ввели такое понятие до сих времен, они начали колым им давать, то есть у нас то наоборот у славян это когда женщина девушка замуж выходит, она приданная собой приносит это жениху, а вот этих так называемых народах у них наоборот, у них жених за тебя колым отдам, душу дьяволу продам он приносит отцу отца подкупили мешком золото то есть он отдал свою дочку за мешок золота то есть деньгами а он ослепленный когда они уже начали гемофродиты смешиваться постепенно с современными предками индусов вот и причем у них такой был ритуал до сих пор у многих народов сохранилось что нельзя тело показывать потому что тело если увидеть то увидите что это получеловек сейчас пока я не упустил тему там один хороший лектор разбирал тему так как он не читал первый оригиналь библии и вот он удивлялся когда ной заснул и его три сына хам позвал своих братьев чтобы посмотреть на спящего отца короче и потом когда ной проснулся братья ему рассказали что хам короче заставил их прийти посмотреть на тебя обнаженного а мы устыдились и даже там спиной перепуганные вышли как говорится от увиденного и лектор говорит непонятно почему ной когда узнал это он проклял хама вот и автор задает это лектор зрителям в зале вопрос что мог такое плохое сделал за что так своего сына проклясть за то что он подстрел его голый говорит непонятно а если мне этому было человеку возможность сказать бы ему сказал что хам когда зашел и увидел обнаженного отца он был удивлен потому что отец у него был этот гемафродит то есть он увидел полуженщина получеловек получил мужчина вот и он спящего отца грубо говоря отымел физическом плане грубо скажем оттрахал вот за это отец его проклял вот как на самом деле было и получается что у нас на нас наступали трех фронтов мне известных это запада скандинавы это наши славяне но уже ставшими изгоями обыкновенными бандитами с большой дорогой а с юга уже шли предки хамиты чтобы у нас наша деятельность была как можно дольше плодотворной чтобы нас не я услышал пару роликов думаю блин человек надо с тобой связаться спасать послали Радомира то есть это скажем так с 13 лет его наши волхвы забрали к себе на воспитание и до 33 лет давали знания а потом как бы волхвы то знают предвидят будущее они отправили вот к этим хаимским народам Радомира и Радомир как бы попытался их убедить что детей нельзя в жертву приносить да да все это было кстати вот это Содом и Гаморра это ну скажем не совсем наши предки это ведь то есть есть такая разница понятия наши предки то есть Содом и Гаморра это просто они вот такую клаку вышли потому что уже там и с животными там и это самое и все и они просто спалили этот город чтобы эта грязь не расползалась вот ну дело в том что вот видишь что тут немножко сложно мне потому что я знаю что некоторые народы дожили даже вот псеглавы были совсем недавно потому что когда Александр Невский говорил фразу братушки да накажем псов рыцарей псов рыцарей он говорил не в ругательной форме а потому что под шлемами этих севдолюдей были собачьи головы они кстати впервые заселились в Африку киноцефалами они называли пожирали постоянно людей видно хорошо продвинулись кстати историю современную тоже можно немножко использовать почему потому что темные какую фишку делают они те же реальные события они не могут новое придумать они просто искажают действительность вот вот чем фишка они могут даты немного перекидывать вот ну это ну все таки вот рубеж ты тысячи видно я тебя сильно запутал да ну это как и любой человек меня сейчас тоже любой из лекторов послушает это один из самых они все для меня уважаемые но почему-то самая теплость у меня к сергею данилову для меня человек который имеет те знания которые имеет не может откинуть на поводу того что сейчас происходит на той территории где я проживаю вот но меня не слышат меня вечно хихиха но я уже махнул так что еще с тысячелетней это то есть на современных реалиях две секунды потолкнусь чтобы мы в современные не возвращались я скажу в этот раз планируют то же самое кинуть все народы сразу это отсылка к тысячелетней истории то есть тогда тысячи лет назад шло наступление и оно волнами шло невозможно сказать что они как бы ведь мы знаем чтобы дом быстрее загорелся надо его поджечь это да поэтому я еще допускаю что была еще с восточной стороны атака так называемые чинайцами о которых нигде не упоминается но этот народ как бы все-таки он существовал японцы китайцы это грубо говоря они изначально к одной ветви все принадлежат вьетнамцы вьетконговцы там их там как у дурака махорки блин это дофига вот прародители общие но потом их разделили на народы как и славян собственно разделили в мире 23 славянских языка самое самое интересное что самый близкий это сербский язык я вот его как послушал короче это близкий сейчас скажу к чему кто к той траченной речи которая еще потихоньку ну жила вот потом скорее всего идет белорусский а мы принадлежим к роду вот и когда я слышу что украинский язык придумали 150 лет назад почему не говорят что мы сейчас с тобой говорим на языке на советском который придумали 100 лет назад полуначарский и что он в корне отличается от именно языка который еще был 101 год назад но у меня есть книга и 200 лет это книга Харькова мне от прапрадеда это досталось это и я вот читаю иногда и так так забавно вот эту дореволюционные вот эти с ятьями с ятьями это ну вот разбирать то есть поэтому мы мы на советском языке говорим ну на этом пожалуй все надеюсь что даже в этой 20 минутной небольшой информации вы для себя нашли крупицу нового минутку интересного а с вами был Вячеслав Котляров спасибо что слушали благодарю за внимание здравствуйте как как создается ролики более высокого качества чем я могу пока предоставить можете изучить один из рабочих наших материалов и прочего и прочего дела значит я нашел вполне длинные доказательства что это бывшие термы по выработке тепла энергии солнечного оно изумнож было зеркал сделано по ступенькам ставили зеркала находив в него много зеркал и путем отражения одного зеркала на другое там подведена специальная такая штука труба с водой она за секунды нагревала просто тонны воды абсолютно бесплатной город будет снабжен теплом это в Таджикистане до сих пор есть такая система она работает просто по секунду она из ничего работает просто понимает это вот эти вот как они это ризеи и прочее это все было сделано для этого ну и еще это города звезды вот если слышал когда-нибудь да этот Суботин эту тему очень полюбляет это как его забыл имя не слышал Суботин он шикарную лекцию недавно посмотрел города звезд честно говоря нет я просто про города про города звезды знал много знаю что их вообще много знаю что есть разные лучшие 4 лучшие 8 ну там много различных что их уничтожает я нашел такое мнение причем оно мне очень понравилось потому что оно вполне адекватно и доказуемо что города звезды по крайней мере изначально это есть не что иное газовые месторождения газовые станции да то есть смотри сейчас вот конкретно сейчас компании которые добывают газ любые компании там американские наши не важно они по технологии прежде чем начать добывать газ на месте добычи строят звезду 4 лучевую иногда больше это нужно по технологии правда они сейчас строят из песка а не из камней как раньше но все-таки это реально так они строят звезду потом начинают в центре добывать газ это по технологии нужно в эти остатки там вода сливается и прочее то есть что если эти городозвезды тогда строились для добычи газа но они строились из камня потому что и животные гораздо более обширен там динозавры и прочее ну и технология такая другая строилась города то его звезда там добывался газ после скажем выразивки ну какой-то части газа там просто строились здания и сразу сделала исполнен структура газа вот тебе пожалуйста тепло свет то есть бесплатно опять-таки просто вот недаром же в Англии и в некоторых городах Европы полностью все газифицировано даже лампы уличные только на газе работает ну вот интересно что в Англии нету центрального отопления а да-да-да-да вот как раз это ну про Лондон ты все знаешь что Лондон это Лона Дона что наши предки там были как приходили нагло саксы их вырезали да-да-да это все знаешь я к чему я просто к тому я как бы всегда это делаю что вот эта цивилизация которая была не так давно она была против нас намного более развита но получается что она все равно уже была отравлена да? вниз вот это пике глухой что да то есть грубо говоря сначала люди жили в Теремах и пользовались только владами природы Именно когда они узурпировали ее потом со временем со временем со временем они деградировали начали строить уже каменные дома добывали эти камни соответственно разрушая нашу землю грубо говоря правда они все еще пользовались эфиром все еще пользовались высокими технологиями против нас а мы уже конкретно пользуемся вообще примinander прям жгün Мне сложно сказать, но самый колоссальный упадок пошел, я не знаю, когда появились деньги, но как только появились деньги, начал закат цивилизации семимильными шагами. До этого был бартер. По поводу денег мы не можем брать нашу официальную историю, потому что она лжива, но мы практически все, я много изучал, хоть наша история лжива, но для того, чтобы о лжи ее надо знать. Поэтому я всегда в школе, история была моим любимым предметом, я книгу по истории просчитывал за один день, как только мы ее выдавали в начале года. Так вот, скорее всего, деньги появились примерно тогда же, когда вот 20 лет назад. Потому что если даже посмотреть современные страны, я проверял. Очень похоже, а это все, что нам говорят, новоделы, просто наштампованные 200 лет назад. Страны, которые существуют, все начали появляться не позднее, чем 200 лет назад. Да. Это не в официальной истории, все. Это и Россия, это и Италия, и Германия, за исключением Англии и Америки, они появились чуть-чуть раньше. Опять-таки, по официальной истории. А реально, они в тех остальных странах начали появляться примерно совсем недавно. То есть, условно, 200 лет назад. Ой, сейчас забуду. Вот это у меня промелькнула информация, это очень похоже на правду. Насчет Аляски. Это, конечно, выносит мозг, ее надо проверять. Но говорят, что Хрущев ее в 1956 году. Да, нет, в 1959 году. А, это у тебя в роликах есть, да? Ну, это есть ролик, я про Закомнил. Да, реально, Хрущев ее тогда отдал. Вот реально. А про все эти сказки, там, про Екатерину или Наполеона или про... А они путаются, то Николай у них, то... Да, то Николай, то Александр, то Екатерина, что хрен их там разберешь. Да, на самом деле, Хрущев отдал. Он у нас такой был любитель отдавать, да, там, эти, ну, это такое, с барского плеча. Ну, он был Пелермутер настоящего фамилия, подпольная кличка. Они все там. И Сталин был в Жугашвиле. Это, как бы, я... Ну, я даже, знаешь, у меня есть вот точные сведения, я сейчас тебе даже скажу. Сейчас. В 1936 году, вот, теперь из 530-ти дневных человек, я это уже разберешься в ролике, скажу. Русских было 5,7%, Лукошев 6,3%, Армян 1,8%, Немсов 2%, Евриев 82%. Это пока по теме тоже не забыл, что-то я говорил. Мне все хотелось тебе озвучить. Это ж у нас фамилии тоже недавно появились, у нас были родовые имена, а появились они где-то 200 лет назад, это фамилии. Вот, ну, даже если, вот, это окончание специально придумали, чтобы народы между собой, там, Ов, Ин, О, там, и так далее. Вот, а у Прибалтан там вообще, я считаю, на манеры, это Римской империи, Мемераус. Так вот, у тебя фамилия, так интересно, положительно переводится, Тар, это с древнего языка, это мудрый. А Ас, мы с тобой знаем. То есть, Тарас, это переводится на современный язык, мудрый земной бог. И поэтому, когда переводят Тартария, многие ее неправильно в моем личном понимании переводят. Тартарию надо переводить так. Тар, это мудрость, Тария, территория, мудрая земля. А если полное взять название, это Монгол, Тартария, Монголо-Татарская Ига. То есть, Ига, это порядок, а Монгол, это великий. То есть, великий порядок, а Тартария, это мудрая земля. Ну, вот так я, в общем, это... И, кстати, Игра, переводится Иг, это порядок, а Ра, это свет, порядок света. То есть, игра, мы в играх развиваемся. В общем, это так. Ага, тогда сразу вопрос по поводу Тартарии. Я надугал огромное количество карт Тартарии. И вот получается, что Тартария, это, ну, как бы, грубо говоря, страна или обезьянение людей, которые, ну, в которых жили, ну, белые славяне, да, условно говоря. Вот, она, эта Тартария, она была, ну, то есть, смотри, вот как это получается. Вот, есть ячейка, да, в этой ячейке, когда еще все хорошо, ну, полно говоря, еще там бывали, до вторжения, там живут люди. То есть, стран там нет, там просто живут люди, ну, все, правильно? Да. Вот, то есть, грубо говоря, это одна большая страна, называется она люди, там, еще человек, не важно. Ну, Русь, 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 потому что солнце, есть свет. Первое деление на страны у нас именно началось, так получается, 200 лет назад, или раньше? Раньше было 5 стран, перед этим 3 страны, вот, это, ну, вообще, как бы, вот, отсылку делает, но, думаю, гибель Тартарии произошла бы 200 лет назад, насколько я могу предположить. Еще 200 лет назад она была, хотя нас отсылают к бунту Емельяна Пугачева, то есть, это постоянно. То есть, страны все равно были, но их было, скажем так, вот, темные, по мере того, как они, как, вот, захватят кусочек, сделают сепаратизм, отделятся, скажут, это Галия, Франция, там, или вот Испания. То есть, они продвинулись очень быстро, то есть, это, вот, была, допустим, Испания, потом откусывали потихоньку, то есть, вот. Я понимаю, просто, вот смотри, получается, уже неинтересно, вот, если брать любые эти цифры, которые ты мне называл, то, вот, свалили, то, получается, вот что, как бы кто не старался, и как бы вот здесь все не происходило, и, имею в виду, там, хоть вторжения прямые, хоть непрямые, хоть какие, то получается, что, в общем и целом, само деление иностранных появилось не так давно, в любом случае. Вот, мы говорим, что есть, или, по крайней мере, мы слышали такие названия, это Плантида, да, Гитерборея, Лимурия. Ну, я думаю, что они больше назывались не как страны, а как территория, просто. Да, просто смотри, получается, что Тартария, да, если мы, даже вот возьмем по картам, которые у нас есть, ну, вот сейчас они в интернете, у меня их очень много, очень как, то Тартария сама по себе, она заменала территорию почти всей Евразии. То есть вся Евразия, за исключением чуть-чуть Европы, там, по них, не входило, Европы не входило, чуть-чуть, ну, и чуть-чуть не входило, там, Китай. И все, и то, там, не современная Китай, а там, вообще, там, чуть-чуть Китая. А все остальное, это была гигантская, гигантская, гигантская страна. То есть, что получается, если изначально была земля, на которой жили люди, после вторжения, значит, случилась война, скажем, 13 тысяч лет назад, потому что, это, получается, до этого такой большой войны не было, образовалось какое-то количество, ну, скажем, материков, да, там, условно, Евразия, условно, Африка, условно, там, да, другие. Каждый из этих материков, возможно, это уже была какая-то страна. И эти страны, там, наши поработители, наши враги, они там, как-то людей, в общем, там, убивали, переделали, форматировали, заставляли их верить, то, что они, там, французы, там, да, 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 вот. Ну, и никак они не могли, скорее всего, справиться с этой картарией. То есть, где-то здесь, вот, у них, получается, встало, ну, сопротивление, что, возможно, сопротивление было настолько серьезным, и что, ну, и древеский проект, который они, там, придумали, ну, и прочее, прочее, прочее. Но не могли справиться, и поэтому, возможно, 200 лет назад они просто тупо раздолбали ее, верно, и бомбами, для того, чтобы уже конкретно там делать то, что им надо. Потому что, ну, они же, наверное, понимали, что сроки-то сжимают, они же тоже есть свои справки. Ну, конечно, потому что заканчивается их лафа, и это... Да, и поэтому они, наверное, пошли уже... Ва-банк. В бомбежку, да, они замочили страну, раздолбали ее, а вместо Тартарии у нас образовалась, ну, условно, Российская империя, которая тоже была большая, но меньше, чем Тартария. Потом образовалась Советский Союз, который тоже был большой, но меньше, чем Российская империя. Теперь образовалась Российская Федерация, которая тоже большая, но меньше, чем Советский Союз. Каждый раз они откалывают кусочки и делают эти кусочки в новые страны, заставляя людей верить, что вот они там в России и прочее, прочее, прочее. Сейчас в России примерно уже ходят слухи о том, что есть у пятой колонны желание раздолбать Россию на 15 республик. Там сделать Московию, Северную... Да карты есть в интернете. Да, да, да там эти карты, они разные. Ну, суть в принципе не сна, то есть разделяй в лавку. Понятно. То есть, в принципе, суть не ясна. Следующий вопрос. Зачем? Вот наши поработители это делают. Какая основная цель? Прежде чем ты захочешь мне ответить, я всегда говорю эту фразу и сейчас скажу. Я прекрасно понимаю, что ни одна война, по которой война, я не имею любое большое серьезное могущественное дело. Ни одна война никогда не начинается по одной причине. Я понимаю, что здесь, конечно, скорее всего, есть целая совокупность причин. Есть менее главные, более главные, глобальные, частные. Кстати, ну что же, какая у них цель? Кто мы для них? Просто, ну кто мы? Мясо для них. Они наследят ментально, физически, воруют наши ресурсы. Ну ты все правильно перечисляешь. Мы для них пища. То есть, комар, он кусает не потому, что он хочет больно сделать, а потому, что это единственный его способ выжить. Вот если это коротко, то вот эти захватчики, они гнусы. Тогда возникает вопрос, а почему они, ну, что они селятся с нами? Ты понимаешь, гораздо же проще было нас завоевать напрямую, текстом пудря закрыть, размножаться по законам, по принуждению, и спокойно бы нас ели. Зачем они вот это все делают, там, переформатирование на вот это вот переделывание? Это же длительный, сложный ресурсоемкий застратный процесс. А мы еще и сопротивляемся все равно. Это для нас длинный. Те, кто живет камень тут во Вселенной, это для них... Ну хорошо, пусть это даже для них недельный процесс, но все равно зачем? Если бы хотели съесть нас, так съели бы. Они знают первое, это самое основное, кармические законы, потому что целый уровень есть этих, ну, целая иерархия, то есть Небесная канцелярия, она, как говорится, высоко выше, 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 выше. Поэтому они знают, что их могут просто загнать в эти вот темные миры соты. Как говорится, помимо вот этого того, что там у нас есть светлые боги, и у них там есть темные боги, есть еще верховный судья, или верховные судьи, которые стоят над этим всем. Они как бы, они действуют согласно определенной программе, то есть которая присутствует глобально. Поэтому если они переусердствуют, то они будут как бы отброшены очень далеко. Им приходит, придется потом себе наращивать это. Чтобы говоря, если говорить языком компьютерных вирусов, они читерят. А это исключительно читеры. Между прочим, Перун, это был администратор, который сказал, что идет ДОС-атака, то есть вас будут досить, готовьтесь, то есть вирусы идут, да. А они читеры, они исключительно читеры. А это правильно, если с компьютерными играми сравнить, это один к одному. То есть вообще, чтобы, вот допустим, мне и тебе в каком-то плане повезло, в каком, нам легче воспринимать информацию. Если мы будем компьютерные игры и полученные знания рассматривать в одном спектре, тогда будет легко отвечать на огромное количество вопросов. Если ты будешь, серьезно отнесешься к компьютерным играм, в том плане, серьезно, как я к ним отношусь, то есть я к ним серьезно отношусь, вот почему я дальше вот это развивать, общаться, изучать это, я все-таки буду иногда толочься на теме компьютерных игр. И если ты перед собой ставишь вопрос, ты приложи события к компьютерной игры, даже вот это захват ячеек, это аналог стратегии, да, как мы с стратегией с тобой играли, да, там, то есть это то же самое идет. Есть какие-то зерги, есть какие-то люди. Я, кстати говоря, вот чем больше, я еще достаточно, ну как, не так, около года назад, я подумал, что вот все игры компьютерные, которые мы играем, они вот не просто так созданы, они прямо вот, ну, иногда вот серьезно, у меня возникает ощущение, что нас через компьютерные игры кто-то готовит к чему-то, то есть показывает, что вот такая она, то есть все, что мы сейчас тогда вот говорим, да, это реально похоже на одну большую, огромную, гигантскую игру. Здесь земля, да, большая территория, есть, грубо говоря, люди, зерги, там, эти, всякие, есть определенные правила, которые можно, конечно, обойти, а если же будет жестко читерить, придет страшный админ, тебя забанит, грубо говоря. И вот в этом вот мире идет, знаешь, прямо добыча ресурсов, наращивание, прокачка этих каких-то, значит, модов, там, увеличение способностей, экспириенса, опыта, скилов, бафов, там, вот это все идет, война постоянная, люди, ресурсы истощаются, где-то, ну, похоже, да? Это, кстати, была вторая тема, которую я хотел себе говорить, слава, не говори, но я все-таки скажу. И о том, что я на полном серьезе, абсолютно уверен, что мы высокотехнологичная компьютерная игра, но только для тех, которые миллиарды лет во Вселенной живет. Я это слышал, я однажды послышал, я это слышал, есть такой сайт, называется «Все кругом вранье». А, прикольно, я все до него забраться не могу. Ну, я его давно уже изучил, и у меня даже есть бумажная версия этой работы. Как вот, я с этим, ну, хозяином этого сайта, я с ним, ну, переписываюсь, но я с ним, он просто, он уверен, что мы живем внутри, то есть он, он, как бы, его основная версия в том, что земля полная, то есть у него версия теория полной земли, то есть мы живем внутри шара. Вот. Получается, что он, получается, тоже неправ. Ну, суть не в этом. Суть в том, что у него есть вот эта большая работа, а есть маленькая входа работа, в которой он говорит, ну, скажем так, пытается доказать, что мы здесь, это не что линое, а как, да, определенная игра для неких сверхсущностей, которые живут миллиарды лет, и настолько уже, ну, им уже все надоело, уже ничего не интересно, и они вот создали такую крутую игру, которая называется «Жизнь». То есть она вот, ну, как настоящая жизнь, она гигантская, они в нас играют. Вот. Да, я вот это ж хотел эту тему обойти, потому что, ну, как, не обойти, потому что, в принципе, еще раз повторюсь, я абсолютно уверен, что это именно так, но я просто боялся, что буду неправильно понят. Поверь, меня уже... Да, я по роликам... Понимаешь, дело в том, что, извини, что перебиваю, дело в том, что помимо того, что ты говорил, я еще слушал тебя, как бы, твое сердце, и я прекрасно понимаю, что тебя в крайней степени сложно удивить. Короче, вот эта информация для тебя все-таки оказалась новой, короче, вот так вот. Ну, я имею в виду земля ячейки, вот это я имею в виду. Да, это да, это я... Как бы, знаешь, я... Я так скажу, я последние несколько месяцев вокруг около топтался этого, но никак не мог конкретно это увидеть. Хотя он был рядом, но не понимал, что рядом, не понимал, как это все... Все это состоит. А в баллу игры, в принципе, если ты, например, уверен, хорошо, я, в принципе, могу это тоже принять. Хотя мне очень сложно представить, кто это такие, и, честно говоря, это достаточно жестоко, с той стороны. А для них не принципиально. Дело в том, что в основной своей массе мы... Самое интересное, что ту программа, которая у нас заложена, мы ее, как бы, как персонажи отыгрываем. То есть, ну, не жест... Сейчас объясню. Не жестоко по той простой причине, что когда человек смотрит в зеркало на себя, он всего лишь видит 7% от того, что он на самом деле... Чем он является, да. Физическое тело, как бы, это... Да, но настолько мы... Как мне там человек говорит, ну, я же чувствую, что я из кожи и плоти сделан там, не городи, я там настоящий, я не виртуальный. Я говорю, ну, просто скрипты так прописаны. Потому что люди, которые возвращались с того света, они не хотели обратно возвращаться в бренное тело. Это у меня, вот, лично был такой эпизод в жизни. Это я кратенько о нем расскажу. Когда я столкнулся воочию с тем, когда человек это тело покинул, это было... Мне где-то лет 17. Я с друзьями там... Человек на сколько? 7 было. Это еще даже папу моего с собой взяли, мою будущую жену Ирину. Мы пошли на... Недалеко от моей дачи на местный пруд купаться. Вот. Я всегда использую... Сразу забегаю вперед. Вот, все произошло в итоге положительно. Но все-таки я скажу, что Леша утонул. Потому что он в полной мере утонул. Получилось, что когда женщина истошно закричала, парень тонет, я обернулся уже, хоть речушка, точнее, не речушка, а стовок, где человек конкретно пошел ко дну, определить невозможно. То есть он пошел ко дну на середине, а я был на берегу, куда плыть, это не было возможности. Но уже тогда, понимая, что это первые свои понимания о том, что со мной что-то не то происходит, это явно начали проходить в 16 лет, а ранее до 16 лет, я, честно говоря, искренне думал, что вообще все люди могут это там, мысли читать там. Ну, я не в том плане мысли, как вот я могу себя заставить, это вот человека мысли читать. Я себя, кстати, экранирую всегда на это. Но иногда, если человек очень сильно эмоционально думает, я не могу от этого огородиться. То есть это, ну, как бы не всегда это, не постоянно. То есть я всегда, как бы, это, думал, что все люди могут вот эти знания знать, и что это. А потом уже, когда я становился взрослее и смотрел на этот мир, я понимал, что, оказывается, это какая-то, это, другая сфера. И мне всегда надо было, мне было интересно себя самого понять. Так вот, почему это вспомнил? Я приплыл исключительно не из-за своих способностей. Опять же, я все свои достижения никогда не отношу на свой счет. Небесная канцелярия меня четко вела за руку на то место, где Леша пошел ко дну. И я четко на этом, почему нырял, уже третий раз, когда я делал там четвертый вдох, мне уже было тяжело, но я продолжал нырять. Леша был лысый, когда я все-таки его нащупал, я когтями, короче, начал это шкрепки его по маковке пытаться. У меня мысль работала, утопленников нельзя за него браться, он пойдет ко дну. Но там уже было бесполезно. Там он уже, я его когда за шею взял, поднял на поверхность, как говорится, моему взору пристала жуткая картина. То есть, глаза закатились, белки, язык вывалился, а на щеках такие были синие, типа, не знаю, трупные пятна. Вот, и я вот взял его под одно плечо, тут под полпапа, под другое, Ирина в спину толкала. И я когда до берега его дошвартовал, а он парень такой, как говорится, крепкий такой, атлетического телосложения, а я, как бы, небольшой, рост метр семьдесят два, такой, щупленький. Вот, и я его вынес, как пушинку. Но я вот сейчас думаю, то ли я в состоянии аффекта был, что он для меня был пушистый, либо его душа покинула, что это просто тряпочку нес. И набежала куча зевак, это обступило, и тут уже я его откачивал, именно опять же, что у меня включилось какое-то, хотя я никогда не знал, как откачивать там, я его на колено наложил, это там буквой Г, и там и в грудную клетку, короче, давил. И вот, когда он пришел в себя, это продолжалось долго. Ну, у него, кстати, немножко мозги после этого, видно, долго кислород это не поступал. Он разразился на меня таким отборным матом, я просто отпрянул. Уже потом, когда мы сидели дома, все спокойно, он просто, ну, описывал вот это, скажем так, другой мир. Он просто, когда я его вернул сюда, он меня просто возненавидел, потому что там было настолько эйфорийно, настолько волшебно и неописуемо, что, как говорится, не хотелось возвращаться. Вот, поэтому, как бы, жестоко по отношению к нашим телам, ведь для богов мы живем всего лишь, как говорится, мгновение, вот, а наша сущность, она, как бы, бессмертна. Ну, это ты все знаешь без меня. Ну да, я знаю, но просто, я слышал, что когда душа потягивает тело человеческое, оно легче становится всего на 2-3 грамма. Да, кстати, это же мы оттолкуемся от современных ученых. Во-первых, правильно, очень важно говорить, это очень важно терминология, вот это, я последние годы тоже начал обращать внимание. Дело в том, что, правильнее говорить сущность, а душа, это уже, как это, это особо, не особо, как это, вот, у сущности может быть воля, там, характер, там душа, что там, ну, там целый список, короче, это качество, это, душа, это качество сущности, потому что есть много на планете, на назовемых кавычках, людей, у которых нет души, они как вот, ну, ты знаешь, Коба, все прекрасно, биороботы, короче, поэтому сущность, она, ну, ты как, знаете, знаешь, получается, это как, NPC, как вот, животные. У меня Андрей, есть отличный собеседник, я с ним в лодах онлайн познакомился, лето, сейчас уже дядька 19 лет, два метра роста, короче, и мы вот это, сдружились так, мы уже сколько лет с ним, вот так вот скайпе созваниваемся, я вот это, ему все вот это рассказываю, это не писи, говорю, мы, мы, мы типа это, персонажи, короче, и вот это, да, то есть они, да, квесты дают нам. Игра, ну, опять же, качество сущности, опять же, это, наращивается настолько, что уже, есть же ячейки, как говорится, ну, пули непробиваемые, это так, в кавычках, то есть там уже настолько периметра охраняется, там, там уже даже не техника идет, там уже все на ментале идет, то есть, грубо говоря, ты знаешь, вот есть, в онлайне есть эти игры, такие, ну, я их называю, как они, флешевые, так называют, которые, они как-то, молодые, или, а, ну, браузерные игры. А, браузерные, да, где, там, скажем, есть некая территория, она гигантская, и ты когда регистрируешься, тебе выдается там, маленький плаченый земли, но он условный, там, 2D, 3D, да, 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 и у тебя там есть, скажем, какой-то домик, там, какой-нибудь рабочий, ну, неважно, и получается, что у тебя там есть какое-то количество времени, там, 2 недели иммунитета, на тебя нападать, ты быстро что-то там отстраиваешь, а после этого ты уже можешь, там, нападать и другие, на тебя нападают, и там, ну, такие вот игры. И получается, что наша земля, она примерно то же самое, то есть есть ячейки, такие прям уже прокачанные, да, есть ручки, есть, которые там дали люди, есть, которые находятся, а вот это же правильно, они пришли в первую локацию, знаешь, как ганкать пришли, читеры, это, это, да, 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 это вот наша древняя мудрость, как говорит, что вверху, то и внизу, то есть все миры копируют друг друга, а мы в свою очередь создаем другие компьютерные игры, и как кто-то пошутил, а где гарантия, что наши персонажи не думают, а есть ли пользователь или нет, а есть ли бог? Ну, может быть, может быть, я, кстати говоря, по-моему, игры компьютерные, раз уж не выговорили, вот и все. Ну, я знаю, ну, я в этих играх вообще другой путь выбираю, это абсолютно, не так, как все, я, как говорится, это, мне это игры, где крафтинг нравится, это, создавать, аукцион там, продавать, барыжить. Не, я имею в виду отечественные разработчики. А, да, это отечественные, ну, да, это товарищи, как бы, территориально находятся на Украине. Да, а я и не знал, кстати, ну, я вообще не делю это, ну, как и ты тут. я понимаю, ну, я так. Ну, я понял, ну, как бы, я даже не знал. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание.